Аньес Мартен Люган Альфред де Мюссе 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 Не смотря на разницу В возрасте В полтора года Ознакомившись с меню ужина Сестры наградили Васку одобрительным Подмигиванием Затем уселись По бокам Своей младшенькой И защебетали Зятья тоже расцеловали Меня После чего присоединились К нашему шеф-повару Нарушая его строгий запрет Приближаться к плите Дружба мужчин Заразилась еще В годы учебы И пережила Наш развод Что меня не удивляло Я бы расстроилась Сложить все по-другому Ни за что бы не разорвала узы, окрепшие задолго до моего появления в жизни Васко. В 25 лет я не представляла, что делать со своим настоящим и будущим. Диплом я не получила, и после мрачного периода, длившегося два нескончаемых года, работала в родительском ресторане, не имея никаких амбиций и не понимая, кто я такая. Я ничего не ждала, разве только чтобы прошло время. Сестры знали обо мне все. Мои радости, беды, ошибки, успехи, сомнения и секреты. Они были моими подругами, наперстницами, временами-врагами и заодно моими перилами и фундаментом. Они тогда вбили себе в голову, что обязаны вытащить меня из повседневной серости, в которую я сама себя загнала, и я терпела их непрерывные атаки. «Встречайся с людьми, находи друзей», — постоянно твердили они. Я не сомневалась, что не устаю против их натиска, и когда они почти исчерпали терпение, все же покорилась и согласилась прийти на ужин к Сюзанне, куда были приглашены все их друзья. Я надеялась, что после этого они дадут мне временную передышку, и постаралась выглядеть как можно лучше. Для дикарки, какой я тогда была, это обернулось серьезным стрессом. Вдруг очутиться среди всех этих людей, незнакомцев, которые были увлечены своей работой, а некоторые из них, к тому же, составляли пары. Слишком мы были разными. Мне просто не находилось места в этой компании. Васка явился последним. Поцеловал всех присутствующих, включая меня, сказал «Очень рад с тобой познакомиться, Мадлен», и перешел к следующему гостю. Пока мы пили аперитив, я сидела, забившись в угол дивана, не раскрывая рта и только наблюдая за собравшимися, особенно за ним. Время шло, и постепенно я перестала видеть что-либо, кроме его улыбки, и слышала только его дружелюбные слова, которые он находил для каждого. Наши взгляды довольно часто встречались, и я уже не чувствовала себя такой подавленной. Изумление от того, что мое сердце, оказывается, способно биться, едва не парализовало меня. За столом я сидела рядом с ним и спрашивала себя, что бы такое я могла ему рассказать. «Не буду ставить тебя в неловкое положение, интересуясь, чем ты занимаешься. Этот дурацкий вопрос, который только действует на нервы, он наклонился ко мне. С другой стороны, хотелось бы понять, что ты тут делаешь, если совершенно очевидно, что ты бы с удовольствием оказалась где угодно, только не здесь. Пораженная я посмотрела на него. «С чего ты взял?» Он нервно запустил руку в свою шевелюру. «Мне стало любопытно. Ты не похожа на остальных. Словно паришь над этим ужином, который между нами ничем не отличается ни от того, что был на прошлой неделе, ни от того, что будет на следующей». Я засмеялась, найдя его слова остроумными, и подумала, что она боятельна и, к тому же, похоже, ничего не боится. Краем глаза я заметила, как сестры, удивленные моим смехом, обернулись ко мне. Я их хорошо понимала, я и сама удивилась. До последней минуты мне вообще было неизвестно, что такое смех. «Они заставили меня прийти», сообщила я ему, мотнув головой в сторону сестер. Решила доставить им удовольствие. «Но ты бы предпочла быть сейчас в другом месте». Я робко кивнула. «Где?» Я откинулась на спинку стула, Васка продолжал мне улыбаться, и я действительно была ему интересна. Куда бы я охотно перекочевала? Надо собраться с мыслями. На другой конец света, например. Или для начала в какую-нибудь спокойную забегаловку на углу ближайшей улицы. «Вот и хорошо. Пошли». «Ну, что за ерунда?» «Я серьёзно. Мне хочется поближе узнать тебя, причём поскорее, а ты не горишь желанием оставаться здесь. Как, впрочем, и я. Так что...» Он встал. «Что ты делаешь?» «Пойдём». Он протянул мне руку. «Чего бы ты не боялась, Мадлен, положись на меня». Не рассуждая и не паникуя, я взяла его за руку, а он осторожно сжал мою ладонь. Впервые за последние несколько лет я прониклась спокойствием, и мне стало хорошо. Мы сбежали, но гости не удивились и не обиделись. Со временем я выяснила, что Васка часто меняет планы, и к его манере все давно привыкли. В тот момент никто не подозревал, что мы влюбимся, поженимся и родим дочку, но в конце концов поймём, что нам гораздо комфортнее оставаться лучшими друзьями, чем мужем и женой. Поэтому очевидно, что сохранившаяся дружба между мужчинами нашей семьи не могла не радовать меня. Весь вечер в моей квартире звучал смех, у всех было отличное настроение, и я купалась в этом простом счастье, даровом и лишённом притворства, несмотря на напряжённые взгляды, которыми мои гости изредка из-под тяжка обменивались. Я копила на всякий случай их улыбки и взрывы смеха. Они всё ещё были моим топливом, и я больше всего хотела, чтобы мои улыбки и смех стали топливом для них. Они в этом нуждались, но не я. Время от времени я отстранялась и любовалась картиной, которую мы собой представляли. Всё шло как надо, всё было идеально. Поразмыслив, я пришла к выводу, что всё же сожалею об отсутствии на ужине моей Лизы. Глава третья. Где-то неизвестно где. Ночью бушевала буря, но я не закрыл ни одного окна. Броситься в самую её гущу, раскинув руки, я не мог, но мне нужно было ощущать её близость. Она должна была окутать меня. Я не играла, просто стучал по клавишам рояля, заставляя его выталкивать наружу мою ярость. Я вопил и призывал её. Я проклинал саму планету, Господа и всех святых. Зачем они в очередной раз помешали мне положить этому конец? Выходит, жизнь шла, а я только и делал, что дожидался, когда она наконец закончится. Неужели я такой трус? Неужели я трачу своё время на поиск оправданий тому, что удерживает меня от последнего прыжка? Постепенно я научился ценить боль, грызущую меня. Она была моей верной подругой и не покидала меня даже когда я, как в ту ночь, накачивал себя алкоголем и лекарствами. Она никогда не уходила далеко. Мы с ней вдвоём, словно давние любовники, скрывались в нашем мире, над которым не были властны ни невесомость, ни реальность. Я должен признать одно важное достоинство боли. Она сделала меня невыносимым. Можно сказать, так я добился, чтобы меня оставили в покое. Все те, кто годами обременял меня, постепенно отдалились. Впрочем, нуждался ли я в них вообще? Не уверен. Я их просто терпел. Они оккупировали моё личное пространство в редкие минуты моей слабости. Теперь эти времена прошли. Нет больше жены, нет агента, нет концертов и гастролей, нет сольных выступлений. Спокойствие. Пустота. Я наедине со своими демонами и своим роялем. Только Натан ещё цепляется за меня. Пора ему раз и навсегда возмужать. Этим вечером я пришёл на край пропасти. Моё терпение достигло предела.